МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с тем, суть переговоров между сторонами должна быть известна народу Йемена, чтобы они могли знать, кто в данном случае создает препятствие, отметил он. Представитель Хуситов также заявил, что они выступают против возвращения президента страны Мансура Хади, который ранее покинул Йемен. Кроме того, Самад прокомментировал обвинение со стороны властей Саудовской Аравии в адрес Тегерана, который якобы вооружает Хуситов. Даже если бы у нас была иранская поддержка, как об этом заявляет, это не оправдывает чудовищную агрессию, сказал он. Международный комитет Красного Креста получил разрешение от международной коалиции во главе с Саудовской Аравией на доставку медикаментов в Йемен, сообщает накануне британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на официального представителя организации Ситару Джабин. «Сейчас мы получили разрешение коалиции на два самолета, один с медикаментами, другой с персоналом», сказала она, добавив в организации надеются, что самолеты удастся посадить в столице Йемена, городе Сани, уже в понедельник. Красный Крест ввел переговоры о доставке гуманитарного груза на протяжении недели. Авиаудары коалиции по Йемену наносятся уже 11 дней. Террористическая группировка «Исламское государство» уничтожила древний парфянский город Хатра, находившийся на севере современного Ирака, сообщает Росбалт. Боевики разрушили древние статуи и другие предметы культуры, располагавшиеся на территории исторического памятника, с помощью кувалт и огнестрельного оружия, а затем с помощью бульдозеров сравняли остатки древнего города с землей, говорится в публикации. Считалось, что боевики уничтожили город еще в начале марта, однако последние постройки и артефакты, в том числе область археологических раскопок, была разрушена ими в начале апреля. Хатра была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за уникальной архитектуры, включавшей элементы эллинистической и древнеримской традиций. Раньше сообщалось, что боевики ИГ разрушили древний католический монастырь в Ираке. Большой адронный коллайдер накануне возобновил работу, сообщает британская телерадиокорпорация BBC. Как заявлял ранее глава Европейской организации по ядерным исследованиям, Рольф Хойер в конце мая мощность коллайдера будет доведена до уровня, примерно в два раза превышающего мощность устройства до его остановки в 2013 году. Позднее ученые планируют провести опыт со столкновением двух протонов на скорости, близкой к скорости света, чтобы попытаться получить информацию о темной материи, которая занимает около 23% вещества Вселенной. Среди других научных планов исследования суперсимметрии и антиматерии. В июле 2012 года ученые ЦЕРН заявили, что им удалось обнаружить новую субатомарную частицу, возможный бозон Хиггса или частицу Бога, которая, согласно стандартной модели физики, создала Вселенную. В 2013 году коллайдер был остановлен для прохождения модернизации. Украинская шахматистка Мария Музычук стала чемпионкой мира. В четвертой партии финального матча чемпионата мира она белыми фигурами сыграла в ничью с россиянкой Натальей Погониной. Таким образом, счет в финальном матче стал 2-5-1-5 в пользу Музычук, которая выиграла одну партию и 3 партии завершила в ничью. 22-летняя Музычук стала второй чемпионкой мира из Украины. В 2012 году победителем на аналогичном турнире стала Анна Ушенина. Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходил в Сочи. Казахстанским новостям. Стрельбу в ночном клубе «Сильвер Айс» в городе Тимиртау Карагандинской области устроил посетитель, которого не пустили в заведение. Сообщили в воскресенье агентству «Интерфакс Казахстан» в администрации клуба. Наша охрана не пустила в клуб группу парней. Они не прошли фейс-контроль. Отказ взбесил компанию. Они стали в агрессивной форме требовать объяснения от секьюрити. И в результате один из посетителей достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, рассказал собеседник. По его информации, одна из пуль попала в посетителя из этой же компании, который позже скончался в больнице. Другая пуля попала в ногу охранника. В администрации клуба уточнили, что из травматики был ранен охранник, а посетитель был застрелен из обреза, который принесли с собой члены компании, недопущенные в заведение. После произошедшего инцидента клуб закрыт для посетителей. Как сообщалось, инцидент в ночном клубе в Тимиртау произошел в ночь на воскресенье. В результате стрельбы погиб посетитель клуба, охранник заведения ранен. По данным полиции, все остальные участники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 99 убийства. 4 апреля в областном доме дружбы состоялся областной фестиваль патриотической песни «Менгеликьел». Организаторы фестиваля – Дом народного творчества при поддержке областного управления культуры, архивов и документации. По традиции, в конкурсе приняли участие дуэты, трио и вокальные группы. Из районов области – студенты, школьники, этнокультурные объединения. В Доме дружбы в этот день собрались участники фестиваля всех возрастов. Это все новости к данному часу. О развитии событий смотрите на нашем сайте www.рикотв.кз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова